Единственный ученик здесь, Бхакти Шрубсиданте Гасави Махараджа, дикший ученик. И именно Бхакти Шрубсиданте Гасави Махарадж положил нашего Парам Грудева в Самадхи и установил Ачари Бхакти Веданта в Амана Гасави Махараджа. Редактор субтитров А.Семки both sidesI Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я не знаю их Субтитры создавал DimaTorzok Мой духовный учитель Мой говорит Гуру Патвадма это сделал Это он меня вытащил из Майи Мы все обязаны Да мы обязаны многим живым существам Но больше всего мы обязаны своему духовному учителю Это наш самый большой долг нашему Гуру, который дал нам мантру Я не видел Кришну, я не видел Махапрабу Но Гуру Дэв рассказывал мне о Кришне, о Махапрабу, о Шести Гастами, о Дхами Кто мне рассказывал об этом? Мой Гуру Патвадма Поэтому я снова и снова предлагаю ему свои поклоны Поэтому первое, кого я знаю, это мой Гуру Мы больше всего обязаны своему духовному учителю И лотосным стопам Ши Гуру В этом мире Высшее Васту Это Гуру Ништа Бабхакти Ништа значит Гуру Ништа Тот, кто предан Гуру Духовному Учителю Тот может освободить весь мир Только Тот способен пересечь сам океан материального бытия Наша преданность дана быть полностью Отдана лотосным стопам Ши Гуру Я видел Мой Гуру Дэв Когда мы повторяем Кришна Ахари 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 Раму Ахари Раму Ахари Раму Ахари Раму Ахари Раму Ахари Раму Я видел, как мой Гурадех повторял святое имя. Всю ночь он говорил «Ха, Прабхупат! О, Прабхупат! Прабхупат! Прабхупат!». Весь день, всю ночь он повторял «О, Прабхупат! Прабхупат!». У него была такая преданность Прабхупате. Он день и ночь повторял имя своего учителя. Он всегда повторял имя Прабхупаты. У него была бесконечная привязанность к своему духовному учителю Прабхупате. Все преданные, которые, все ученики Прабхупаты — это необычные люди. Вот точно так же, как же читали Махапрабху, когда пришел в этот мир, он принес с собой всю духовную обитель всех своих спутников. Точно так же, когда пришел в этот мир, жила Бхакписиданта Сарасати Прабхупата, который является Наянаманой Манчаре. Эта Манчаре всегда поглощена служением Радарани. И тогда Радарани сказала, «В материальном мире так очень ужасные, ужасные страдания. Тебе нужно пойти, но не иди одна, возьми с собой своих сакхи». И тогда Наянаманой Манчаре привела с собой других манчарей, которые помогают ей в служении. Когда Бхакти Прагьяна Кешуа Гасави Махарач первый раз встретил своего учителя Бхакти Сиданту Сарасвати Такура, Прабхупата спросил, «Где ты был так далеко, и чем ты занимался?» И Парам Гураде Бхакти Прагьян Кеша говорит, «Пока ты не вспомнил обо мне, я держался, я был далеко. Как только ты вспомнил обо мне, я сразу пришел к тебе». Вот так это происходит. И когда люди задумывали убить Прагхупату во время Парикрамы напротив Провода Майи, то Парам Гураде подал ему свои белые одежды Бхакти Сиданта Сарасвати, и взял его саньясу, саньясу вешал, его одежды саньясу. Это была его настоящая саньясу, прославляет нашего Парам Гураде. Он взял на себя этот риск, весь риск смерти, и спас своего духовного учителя. Вот так должен поступать настоящий ученик. Все великие личности, как Шилабахнутакура, как Шилабуру Кешора, да, Слава Бхамара, они видели высокую проницательность Прагхупады. Прагхупада думал, то есть на нем была ответственность, на нем была ответственность начать эту проповедь. И он воспевал Святое Имя и думал, как же я исполню это желание. И тогда к нему в Антардаша, то есть в определенном состоянии транса, пришел Читар Махапрабху, пришла вся Патчатата, пришел Шилабахтавенутакура, и велели ему, ты должен сейчас начать проповедь. Георгий Кешорда звал Хабарач, велел его, ты... О, в Решабану Дайта, назвал он его. Начни сейчас эту миссию. Мы во всем тебе поможем. И мы пошлем тебе всех наших спутников, твоих учеников. Они помогут тебе в твоей проповеди. Не волнуйся. Нам нужно понимать о том, что Бхакти Прагян Кешу Гаса Махарач, Бхакти Шаруп Сиданти Махарач и другие сайвьясы, ученики Прабхупады, это вечные спутники Шри Чайтарны Махапрабху. У них сила освободить этот мир. Каждый из них мог освободить Вселенную. Каждый из них настолько могуч, что он легко может уничтожить всю маю этого материального мира. Бхакти Шаруп Сиданти Гаса Махарач был направлен на проповедь в Восточную Бенгалию. Большинство учеников, они были из Восточной Бенгалии. И вот туда, на проповедь, отправили Бхакти Шаруп Сиданти Гаса Махарача. Преданные люди в Бенгалии, они обладают спонтанной привязанностью к Махапрабху. Но всё это смешано с неправильными, понимаями, всякими Джати, Гасаи, Сахаджи. И вот туда, это очень сложно проповедовать, когда люди... Очень сложно... Это не как западные проповедовать. Очень сложно проповедовать бенгальцам. Это могут только на самом деле преданные это делать. И мой гурдев был лидером в колледже, когда Бхарати Махарач, один из учеников Бхагдина Сони Прахупады, приехал в его деревню, и его тогда Шива Шанкар звали. А, это Бхакти Шоп Сиданти Махарача так звали. Ему сказали, пришёл какой-то великий саду с немного брамачаров, и он говорит, так красиво говорит о Бхакти. И мой гурдев пошёл туда послушать. А, они попросили его, чтобы он устроил программу в школе, в колледже своём. И тогда Шива Шанкар, тогда его звали, он устроил эту публичную программу в школе, чтобы принять это в асаду. И вот это, и когда он услышал вот этот стих, когда только Бхакти Махарач объяснил первый стих Бхагавад-гиты, этого было достаточно, чтобы мой гурдев решил полностью отдать себя учению Чайтани Махапрабу. Его речи, его речи, его объяснения, они были настолько, настолько захватывающим, что Шива Шанкар сразу решил отдать свою жизнь и душу Бхакти Век Барати Махапрабу. Он решил принять её в качестве своего духовного учителя. А Бхакти Век Барати Махарач говорит, да нет, я сюда, говорит, приехал только как почтальон. Я только принёс послание моего духовного учителя. Ко мне не нужно принимать приберыща. Я тебя отведу к Пракхупаде. Бхакти Век Барати Махарач. Он бы легко забрать у этого мальчика. Но Шива Шанкар принадлежал очень богатой, известной семье землевладельцев. Невозможно было взять этого мальчика из аристократической семьи без спроса. Без проблем. И тогда... И как только мальчик всё равно сбежал с ним, те написали в полицию доклад. И его арестовали и привели обратно, назад. Силы привели его назад. И тогда Шива Шанкар... Тогда Шива Шанкар взял... Поступил очень хитро. Он снял с себя Кантемала. Он обрезал свою Шиву уже. Его дома просто чуть ли не связали. Ему нельзя было выйти без спроса из дома. Ведь всё время ходили телохранители вокруг. И этот Шива Шанкар думал... Да, конечно, меня никогда не отпустят. Месяцы проходили. А вокруг так и ходили телохранители. Вот тогда он обрезал свой Кантемалы, отрезал свою Шикху. И стал говорить. Блин, не знаю, что на меня такого нашло. Блин, он, конечно, не говорил. Не знаю, что на меня нашло. Что за наваждение. Они мне просто заколдовали эти странные садо. Просто не верю я ни в Бога. Не верю я в Бхагавадгиту. Он начал внешне заниматься всеми делами, как и его отец. Но внутри у него кипело бхакти все больше и больше. Он поступал так, как будто бы совершенно противоположным бхактикам. Как обычно и к армии поступают. И потом... Он перестал повторять святое имя на люди. И потом нашел случай, поехал, где сказать, к своей тетке и убежал уже так хорошо, что его никто не нашел. Тогда люди как считали, что люди в мат приходят, потому что день дома... То есть многие люди приходят в мат и живут, потому что дома бедные, дома есть нечего. А в матхе приходишь, там тебя и по нирам накормят, и по корам, и всем остальным. Но это не случай. Бхакти Шуруп Сиданти Гасаю Махараджа. Вот Бхакхирдой Бон Махараджа, Бхакти Раша Шидаргаса, Бхакти Веданта Свами. Они великие философы, мыслители Гаудиа Матха. И когда Бхакти Шуруп Сиданти Гасаю Махараджа увидел, какие ученики у Прабхупады, какие они дают лекции сами. Каждый из них был словно энциклопедией. Он решил, что мне тут делать нечего, я не могу с ними сравняться. Он так расстроился. Они таким элегантным языком могли все объяснять. Таким элегантным языком на английском языке могли говорить, что даже сами люди, говорящие на английском, с трудом их понимали. Они не знали этих слов. И тогда он решил, пойду-ка я домой, подучусь. Он вернулся домой и пошел опять в школу. Но Бхакти Прагьяна Кешу Гасаю Махараджа, он тогда присматривал за Шива Шанкар. Он увидел, что тот убежал домой учиться. И тут Бхакти Прагьян Кешу Гаса написал письмо Шива Шанкуру. Тебе ты уже до стадо снова учился. Не нужно тебе это учиться. Возвращайся назад. И он вернулся назад. Затем он начал изучать сам. И в итоге он написал комментарии на эти великие книги. Веданта Сутру, Бхагавадгита и Шимат Бхагаватам. Шротти Прастан, Смритти Прастан и Найя Прастан. Пока мы, пока нет этих комментариев на эти три книги, никакую линию не считают авторитетной. К этой самопродайне относятся серьезно. Я не признаю. И вот эти комментарии были доступны. Балдия Бхагаваджи была Бхагаваджи на Прабу, на Санскрите. Когда Балдия Бхагаваджи защитил нашу самопродай, Гаудия самопродай на Галте, куда мы поедем через четыре дня, тогда все, тогда Маевади, которые прикидывались, говорит, Рамануджи самопродай, они говорили, что в вашей линии нет комментариев на Веданта Сутру. У вас и Вашнавы, Гаудия Вашнавы говорили, нет, говорит, у нас с Шиман Бхагавадом это и так уж естественный комментарий на Веданта Сутру. Но в других самопродаях все-таки были Шри Бхаша, Ану Бхаша, Парижат Бхаша и Сарва Сука Бхаша. А в нашей линии не было комментариев. И тогда Прабхупада попросил Бхагаваджи Акбарати Махара, чтобы нужна башья на бенгальском языке, на Веданта Сутру. В соответствии с учением, читанием Махапрабху, читание Махапрабху приходит только один раз в день Брамы. Он приносит в Раджа Брема. Более того, он приносит в Маджа Рибаву. И ведь это только один раз в день Брамы. Очень важно, чтобы это было отражено в Писаниях, в комментариях на самое главное Писание. Бхакти Буддей Шроти Махарад говорит, нужны комментарии на Веданту на бенгальском. В других комментариях, в других самопрадах, в Ашнаске самопрадах, описывают Веданта Сутры, затрагивая Дасиа Расу, или затрагивая максимум, не максимум Дасиа, говорит Расы. А вот Балады Ведя Бушан Прабхун на санскрите написал, вплоть до Маджа Рибава, открывающая, что Веданта Сутры раскрывает Маджа Рибаву. И нужны были комментарии на бенгальском языке. И тогда мой Городев пишет комментарии на Веданта Сутру и на Упанишаде на бенгальском языке. Его дали имя Сиддха Сваруб. Прабхупада дал ему титул «Видья Бхаги». А «Видья Бхагише». «Видья» — это знание. «Бхагиш» обозначает богиня знания Сарасвати. То есть Прабхупада называл «Видья Бхагише». «Видья Бхагише». «Видья Бхагише». «Видья Бхагише». Когда он принял саньясу, тогда ему дали титул «Бхагише Руф Сиддханти Махарач». Мой Городев считает, что он другая аватара Дживы Госвами. Он словно инкарнация Шидживы Госвами, который писал, сделал доступными комментарии. То есть Бхагише Сидданта Саразани Пакова иногда считает проявлением Рупы Госвами. А вот Бхагише Руф Сидданта считает проявлением Шидживы Госвами. Вот точно так же, как Шидживы Госвами Пакова, он открыл для нас комментарии Ши Рупы Госвами, сделал их доступными. Вот точно так же Бхагише Руф Сидданте Госвами Махара сделал для нас доступными комментарии Бхаги Сидданта Саразвати Прабхупады. То есть основа нашего преданного служения это правильное понимание Сидданта. Если мы правильно поймем нашу Сиддханту, то тогда у нас будут сильные Бхагти. Без этого невозможно. И Бхагише Руф Сидданта очень сильно установил Сидданту, написав комментарии на Сидданту Махара. Очень много у него было, много подвигов. Там действительно так много таких удивительных игр, о том, как он устраивал революции во время проповеди своих. Но времени недостаточно. Может быть, вечером еще про это расскажут. А Прасадам будет не здесь завтрак, Прасадам будет через несколько домов по дороге. Там живут преданные ученики Гурдевы, они постоянно нашу парикраму угощают завтраком. Сначала мы идем на Нара-да-кунду. Потом Гуала, Кокора, Рат-на-Види, Шам-тал-ля. И потом в конце Келола-кунда. И возвращаемся сюда. На 13 число поехать со Сиддаром Махараджи. Сдавайте деньги, ду-легки. А на 11 число Бон Махараджи едет. Не знаю, кому деньги сдавать. А на 11 число Бон Махараджи.